Камчатское утро начинается с того, что мои котеньки Васечка и Машечка требуют накормить их завтраком. Естественно, я иду у них на поводу. И пока они завтракают, я варю себе утренний кофе. Камчатское утро. Кофе сварен. Пора выпить его. Ну а теперь приступим к страшным новостям. На просторах ютуба я наткнулся на сообщение, что долина гейзеров завалена. Вчера вечером ютуб подсунул мне в рекомендованных ролик канала «Антижурналист.ру». Я заглянул на этот канал и обнаружил, что ведет его мой давний знакомец и коллега, журналист Вячеслав Немышев, который не раз бывал на Камчатке, который жил на Командорах, который снимал в Корягском округе, который ходил с рыбаками в море, который вроде бы знает камчатские реалии. Меня зовут Вячеслав Немышев, я журналист с 30-летним стажем. Мои 30 лет журналистики коту под хвост. Слава, конечно, бесспорна. Парень одаренный, парень толковый, парень умный. Но то, что я узнал из его ролика, поразило меня до глубины души. Впрочем, давайте посмотрим, что Вячеслав Немышев поведал мне о долине гейзеров. Долину гейзеров несколько лет назад завалило оползнем. Наконец-то вы узнали правду. Эта страшная новость потрясла меня и, думаю, не меня одного. И я решил своими глазами убедиться, действительно ли одно из семи чудес России больше не существует. Я жил на Камчатке и знаю, что долететь на вертолете до долины гейзеров от Петропавловска-Камчатского стоит 30 тысяч рублей. Но делать там нечего, потому что долину гейзеров несколько лет назад завалило оползнем. Ну и немножко о презренном металле. От Петропавловска до долины гейзеров всего 170 километров. Туда-обратно 340. Если ехать на автоматическом мобиле, то при всех самых максимальных расходах мне понадобится 40 литров солярки. Это при условной цене 55 рублей за литр 2200 рублей. А на вертолете 30 тысяч рублей. Слава Немышев озвучил эту цифру. Поэтому я, наверное, поеду в долину гейзеров на автоматическом мобиле. Надеюсь, этот ролик не увидит никто из сотрудников заповедника и не обвинит меня в нарушении заповедной территории. Ну что, поехали! Поеду я в долину гейзеров по восточному побережью. Через Налычево, через мыс Шипунской, через Жупаново. А потом в районе реки Тихой уйду на запад и, надеюсь, к вечеру уже быть в самой долине. Редактор субтитров А.Семкин С первой преградой я столкнулся уже через несколько минут после выезда. Всегда в сторону Тихого океана, в сторону Восточного побережья я ездил вот по этой вот дороге. Теперь она перекопана. И висит вот такая табличка. Земли сельскохозяйственного использования, частная собственность, проезд запрещен. Ну что ж, но я знаю обходной, объездной путь, Волчью тропу. И сейчас я поеду на эту самую Волчью тропу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Увы, но все мои попытки проехать в долину Гейзеров, к сожалению, закончились ничем. Везде дороги либо перекрыты, либо перекопаны. Что же мне оставалось делать? Мне оставалось только вернуться домой. Субтитры создавал DimaTorzok Увы и ах, но доехать до долины Гейзеров на автоматическом мобиле мне, к сожалению, не удалось. Поэтому, чтобы не разочаровывать зрителей, я покажу кадры, которые я снял там несколько лет назад, для того, чтобы вы увидели, какая катастрофа на самом деле постигла этот замечательный заповедный уголок камчатской природы. За мою спиной у долины Гейзеров. Наверное, самое знаменитое место не только Кранотского заповедника, но и всей Камчатки. Она была открыта в 1941 году геологом Татьяной Устиновой и проводником Анисифором Крупениным. В 2011 году исполнилось 70 лет со дня открытия «Долины Гейзеров». И в том же самом году я выступил редактором-составителем воспоминаний первооткрывательницы «Долины Гейзеров» Татьяны Ивановны Устиновой. Эта книжица, получается, вышла 9 лет назад и уже успела стать библиографической редкостью, потому что тираж ее был достаточно небольшим. Тираж составлял всего 1000 экземпляров. Татьяна Ивановна, к тому времени уже давно вжившая за границей, написала свои воспоминания трижды. Сначала она получила письмо, в котором ее просили поведать о самом открытии «Долины Гейзеров». Это было в 99-м году, века минувшего. Она написала короткие воспоминания, а годом позже решила написать большие воспоминания не только о «Долине Гейзеров», но и о своей жизни. А еще годом позже, в марте 2001 года, она более подробно написала об открытии самой долины. «Пока вы любуетесь моими съемками «Долины Гейзеров», я почитаю вам немного из книжицы воспоминаний Татьяны Ивановны Устиновой. «Долина Гейзеров», как это ни удивительно, была открыта только в 1941 году. Это удивительное место не интересовало охотников, так как соболей здесь не было. «При организации Кранотского заповедника долина вошла в его территорию и тем более была недоступна для посетителей», пишет Устинова. В 1940 году работники Кранотского заповедника Аверин, зоолог, и я, Устинова, геолог, прибыв на Камчатку, первым делом посетили кальдеры вулкана Узон, о котором слышали еще в Москве. Множество горящих источников Узона, сливаясь, впадали в озеро, вода из которого водопадом изливалась в глубокую долину. Что это за долина, мы не знали, не имея карты заповедника. В то время карты Камчатки вообще не было. В апреле 1941 года я с наблюдателем заповедника Крупениным отправилась на собачьи упряжки выяснить, куда же стекает вода из Узона. От рек Приморской равнины Узон отделен горным хребтом. Сюда вода из него попасть не могла. За этим хребтом оказалась долина, приток реки Шумной, которая и принимала воду с Узона. Попасть туда было сложно. К водопаду Сузона добирались сначала на нарте, потом на лыжах и, наконец, пешком по глубокому снегу. Во время короткого привала в пути в нашу сторону неожиданно ударила мощная струя кипятка из маленького источника на противоположной стороне реки. Эта струя исчезла так же внезапно, как и появилась. Я поняла, что вижу гейзер. Они не были известны на материке Евразия. Возле гейзера, в приток Шумной, впадала теплая речка, обследовать которую уже не было времени. «Вернулась я туда», — пишет Татьяна Ивановна Устинова, летом 1941 года с тем же Крупениным, с пьючной лошадью, везшей наше снаряжение. Спуск с лошади в глубокую долину без всякой тропы, сначала по снежнику, скрывающему обрыв, а потом по крутому склону, был, по сути, авантюрой. Но что было делать? Мы видели глубоко под собой долину, где в ряде мест взлетали фонтаны кипятка и клубы пара. Назвали ее гейзерной, и спустившись, пробыли там четыре дня, с тревогой глядя на все уменьшающийся снежник, единственный путь обратно из долины. Четыре дня провели в обследовании активной части долины, описали гейзеры, проследили режим каждого из них, благо у гейзеров долины циклы их деятельности коротки, дали им имена. Работали все светлое время суток, потрясенные красотой и величием необыкновенной долины. После войны еще раз побывали в гейзерной, уже втроем. Аверин, Крупенин и я. В то время мы нашли путь в долину через Узон, нелегкой, но не головоломной. Провели повторно описание режима всех гейзеров уже без спешки, составили схему их расположения. Эти материалы, а также собранные позднее с гидрологической экспедиции Московского института курортологии, легли в основу моей кандидатской диссертации, пишет Устинова. В основных воспоминаниях Татьяна Ивановна более эмоционально поведала об открытии долины гейзеров. Сидим, отдыхаем, пишет она. Вдруг с противоположного берега, из маленькой парящей площадки, как их мы уже много миновали, ударила прямо в нас косо направленная струя кипятка в сопровождении клубов пара и страшного подземного грохота. Вода падала на склон немного ниже нас, и только паром нас отдавала. Мы страшно перепугались, прижались друг к другу, сидим и не знаем, что нас ждет. Обстановка тревожная. Спереди от нас вулкан Кихпиныч, не очень активный, но живой, постоянно выбрасывающий газы понемножку, на склонах его языки свежей лавы. Сзади вулкан Узон, активно давно не действовавший, но тоже живой, а поведение вулканов непредсказуемо. И вдруг извержение кипятка прекратилось. Некоторое время продолжались выбросы клубов пара, а затем все затихло. Перед нами лежала небольшая парящая площадка, ничем не примечательная. Тут я опомнилась и завопила не своим голосом. Гейзер. Первое сообщение об открытии долины гейзеров было опубликовано в 1941 году в главной газете полуострова в Камчатской правде. Статья называлась «Гейзер и новые горящие ключи» на территории Кранотского заповедника. И подписана эта статья была двумя именами. Татьяна Устиновой, научного сотрудника заповедника, и Анисифура Крупенина, старшего наблюдателя. Кстати, приехавшая в 1940 году на Камчатку Татьяна Ивановна Устинова так вспоминала о своем появлении в заповеднике. Не помню я и нашего переезда в Кранотки, в заповедник. Доехали на грузовом судне, везшем оборудование и продукты в экспедицию на Богачевку. В углу бухты, на берегу которой располагался поселок заповедника, была гавань, впрочем, никак не оборудованная, просто место, куда подходили корабли. Здесь же находился пограничный пост, с которым заповедник поддерживал отношения. В заповеднике было несколько рубленных домиков с хозяйственными пристройками из выброшенных океаном досок и ценовок. Все население, директор, бухгалтер с семьей, один научный сотрудник тоже с семьей, заведующий магазином с женой и дочкой и несколько холостяков, наблюдателей заповедника и плотников, строивших дома. При нас уже поставили два сборных круглых дома, очень принятые тогда на Камчатке. Метеостанция с наблюдательной площадкой и домик, в котором жил наблюдатель, один, с женой, и радиостанция, в которой жил радист с женой. Результаты метеонаблюдений передавались по радио четыре раза в сутки, для чего радиостанция и существовала. Радист мог бы, но не был обязан принимать и отправлять телеграммы заповедника, но был он типом пакостным, и этого не делал, а обезать его не могли, потому что он служил в другом ведомстве. Речь, кстати, идет не о поселке Жупаново, а о поселке Краноке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова То, что вы сейчас увидели, это долина гейзеров уже после Схода Селя, того самого Схода Селя, о котором говорил Вячеслав Немышев, и который, Сход Селя, а не Немышев, имел место быть 3-го июня 2007-го года. Вот мы посмотрели, и, я думаю, вы сами убедились, что Слава был неправ. Слава, ты неправ. В долину гейзеров есть смысл лететь. Увы, доехать туда оказалось невозможно. Знал ли я, что я не смогу доехать туда на автоматическом мобиле? Конечно, знал. Но, собственно говоря, какой же влогер без кликбейта? И название ролика, и начало ролика это чистой воды кликбейт. Имейте в виду. Ну, и, конечно, посещайте долину гейзеров. Платите десятки тысяч рублей заради того, чтобы увидеть одно из семи чудес России. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится смотреть моими глазами на Камчатку и узнавать о ней что-нибудь новенькое. Ежели не нравится, ставьте дизлайки. От меня не убудет. Можете отписываться, от меня тоже не убудет. А ежели вам стало интересно, то, пожалуйста, напишите под роликом комментарий. Там вы можете высказать все, что вы думаете о моих видеодневничках. А коль вы вдруг на моем канале впервые и хотите в дальнейшем наблюдать за моим видеодневничком, то сейчас в правом нижнем углу кадра появится подсказка, выполнив которую, вы будете получать уведомления о новых роликах на канале. Вот это подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой и в ней появились волшебные слова «Вы подписаны?» Молодцы! Колокольчик вы тоже нажали? Молодцы! Ставлю вам лайк! До свидания! Молодцы! Продолжение следует... Делать там нечего, потому что Долину Гейзеров несколько лет назад завалило... Говорите только о том, в чем вы уверены, что вы видели, щупали, знаете. Долину Гейзеров несколько лет назад завалило оползнем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова